В этом выпуске вы увидите государство, о котором многие даже и не слышали. Вас зашдет страна, которая в пять раз меньше Москвы и даже не имеет собственного аэропорта. Уголок красивейшей природы и рай для шопоголиков. Андорра. И ее столица Андорра-Лавелья. Сегодня мы отправляемся в новую страну. Это Андорра. Туда не доберешься ни на самолете, ни на поезде. Да, поэтому мы не хотим уйти шанс и поедем на автобусе с Барселоном, где мы сейчас находимся. Это всего три часа. Так что, увидимся в Андорре. Вот, наконец-то, после трех часов поездки мы приехали в Андорру. Точнее, в ее столицу. Вот сейчас пойдем посмотрим, найдем наш отель. Тут небольшой город должен быть. Хотя город довольно-таки маленький и в нем проживает всего около 22 тысяч человек, но чтобы добраться до центра города от главного вокзала, нам понадобилось около 20 минут. Неплохо тут, неплохо. Такая вот комнатка у нас. Нормально. Диван тут даже. Шкаф тут такой. Это, конечно, пить чай, без биде. Ну, ничего, так нормально, в принципе. Чистенько. Слегка старенький, но пойдет. Посмотрим, что здесь забито из окна. Неплохо тут. Вот такая пешеходная зона. И ночью-то кухню. Мы немного проголодались тут с дороги. С утра ничего не ели. Пойдем что-нибудь поедим. Какой-то турецкий ресторан. All inclusive. Посмотрим, что тут есть у них. Ну, небогато, небогато. Креветочки, салатики. Ну, вот, попробуем, что я тут набрал себе. Не знаю, наемся, нет. Мы немножко ошиблись тут. Еда, мне кажется, не турецкая, а индуская. Ну, что так вкусно? Нормально. Хоть Андорра страна и не из бедных, но цены на жилье и еду здесь довольно-таки демократичные. Пообегать или поужинать в ресторане вам и пойдется примерно в такую же сумму, как и в Испании. А вот ночь в неплохом отеле в центре города будет стоить гораздо дешевле, чем в Каталонии. Вот, чтобы не терять времени сегодня, мы решили сходить в их бассейн. Называется Кальдена. Посмотрим, как там что. Термальные воды, все дым-все дым. Чтобы попасть в главную достопримечательность Андорра-Лавельи, бассейн с термальными водами, мы заранее позаботились о билетах, заказав их в интернете. Но, к сожалению, на входе нас ожидал неприятный сюрприз. День 2 в этом отеле, в Андорре. Пойдем на завтрак, посмотрим, чем нас будут подчивать. Ладно, приступим к завтраку. Завтрак очень вкусный, для этих цен довольно-таки велично. Это где-то стоит 10 евро, но если заказывать отель на сайте этого отеля самого, то он даже бесплатный. Очень круто. Советую. Так, вот что из себя представляет Андорра-Лавеля. Вот справа слева горы. Здесь, походу, текла раньше река такая, и они построили просто между гор и город. Это получается такой город-ленка. В столице Андорры все постройки довольно-таки компактные, но в то же время как бы вытянуты в одну линию. Сегодня основа экономики Андорры – это банковское дело и, конечно же, туризм. Именно поэтому здесь огромное количество кафе, баров, ресторанов, всевозможных развлечений и, конечно же, магазинов. Все дело в том, что в Андорре отсутствует налог с продаж, поэтому цены в магазинах гораздо ниже, чем в соседних государствах. Это и привлекает сюда большое количество туристов из соседней Испании и Франции. Да, короче, после первого дня прогулки тут нам показалось, что это вообще не страна, а... Дети фрешов. Один огромный, да. Ну, правда, цены там вообще очень приятные. Ничего не скажешь, прям вообще на 20% дешевле, чем в Германии. Все, техника вообще особенно. Ну, примерно продукты так же, а техника, да. Очень дешево. Так что, если хотите закупаться, приезжайте в Андорру. Вот мы в Центральном парке Андорра Лавейли. Да, прямо как в Нью-Йорке, Central Park. Несмотря на скромные размеры, столица Андорры. В ней нашлось даже место для парка. С дорожками и игровыми площадками для детей. Да, получается, весь парк просто вот этот вот сводится к детской площадке огромной. Где можно поиграть и все. Ну, там пару дорожек вот есть. Люди с собаками гуляют. Охранники даже. А так, в принципе, да. Не совсем уже это и парк. Ложайка просто. Вот здесь очень чистый город. Очень продуманно для людей. Вот даже с ребенком тут есть эти комнаты пеленальные. Хватит гулять по этим паркам. Пойдем в исторический центр. Прогуляемся, посмотрим, как тут андоррские князья жили. А жили-то они неплохо. Вон все такой шато отгрохали. В столице Андорры не так много достопримечательностей. Ну и что же осталось посмотреть? Правильно. Церковь. Вот Маша нас потащила в божий дом. Сейчас пойдем посмотрим, как у них церковь выглядит в Андоре. Это достаточно маленькая церковь. Вообще никого нету. Ни освященников, ни людей. Но достаточно уютно, красиво. По историческому центру Андорры Лавельи можно бродить часами, наслаждаясь смесью французской и испанской архитектуры XIII века. Вот мы немного себе оставили времени на шоппинг. А зашли в один из их Палао шоппинг. Там. Сейчас посмотрим, какие у них тут цены вообще. Что почем? Что подается? Безналоговый рай. Если интересны цены в магазинах Андорры и хотите узнать, что особенно выгодно покупать в этой стране, то обязательно кликните по ссылочке в описании к этому видео. Вот на этом наше путешествие в Андорру заканчивается. По этой прекрасной стране и по этому прекрасному городу. Да, город правда красивый. Есть места, которые надо посетить. Допустим, это в старом городе мы много чего нашли интересного. Да, достаточно довольно-таки короткого времени. Двух-трех дней вполне с шоппингом достаточно на город. Но если вы хотите посетить страну, то может быть еще пару дней. Но мы так примерно подумали. Максимально неделя. Так что все. До следующих путешествий. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Не забудьте поставить колокольчик. И вы знаете, мир будет к вашим ногам.